В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Мой ребенок не такой. Почему подростки становятся жестокими? Зимняя сказка. Саров утонул в снегу. Невесомость выставка заслуженного художника России Евгения Ключерева открылась в городском музее. Далее расскажем обо всем подробно. Для молодых ученых выпустят Менделеевскую карту. По сути, это аналог уже известной всем Пушкинской карты. Отличие в том, что на Менделеевской не будет депозита. Ее запустят в рамках Всероссийской программы поддержки молодых ученых и олимпиадников. Участниками станут около 160 человек. Первую Менделеевскую карту планируют выдать 24 июня, в день изобретателя и рационализатора. Владельцы смогут получить льготы, скидки и научные преференции при пользовании электронными библиотеками, посещении выставок и конференций, музеев и театров, а также в командировках и путешествиях. Волна подростковой агрессии буквально захлестнула Россию в последнее время. Практически каждую неделю в новостях рассказывают о происшествиях с участием несовершеннолетних. Повсеместно отпрыски даже самых заботливых родителей отбиваются от рук. Дети теперь враждебны не только по отношению друг к другу. Их жестокость выходит за пределы школьного двора и распространяется на мир взрослых. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос искала наша съемочная группа. Чуть ли не каждый день дети обращаются в больницы с побоями, полученными от сверстников. Только в этом году в СМИ обсуждали происшествия в лице и в Химках. Учениц пятого класса напала на ровесницу и нанесла ей по меньшей мере 20 тяжелых ножевых ранений. Причиной нападения могла стать ревность к мальчику или зависть из-за популярности в соцсетях. И такой случай не единичный. Скорее можно уже говорить о волне подростковой агрессии, которая захлестнула нашу страну. Конечно, ситуации могут быть разные. Если мы говорим о подростках, то чаще всего это может быть проявлением буллинга, травли, которая незаметно проявлялась на протяжении длительного времени. И у ребенка могла быть такая защитно-агрессивная реакция на то, что происходит. Я часто сталкиваюсь с тем, что дети говорят, а смысл говорить родителям о том, что со мной происходит? Они все равно не услышат. Или они обвинят меня в том, что я неправильно себя веду. И вот подросток, которому некому обратиться, замыкается в себе, надевает наушники, отказывается отвечать на вопросы, закрывается в своей комнате. Многие дети, отчаявшись, уходят в аутоагрессию, причиняют боль себе, либо решаются на отчаянный шаг и идут мстить обидчику. Родителям важно не упустить момент. Ребенок может вести себя иначе. Может проявляться нежелание идти в школу заблаговременно до ситуации. Ребенок может часто жаловаться на боли в животе, головные боли. Внутри ребенка что-то происходит, нарастает. И здесь обязательно важен контакт родителей с ребенком, разговор. Тогда мы только можем определять, что ребенок чувствует. Родителям важно помочь ребенку сформировать деревню привязанности. Это круг людей, к которым подросток может обратиться за помощью и моральной поддержкой. Это могут быть и другие члены семьи – дяди, тети, сестры. И учителя, и школьный психолог. Кто-то, кто будет готов выслушать. И дети, с кем он может контактировать за пределами школы. Если же ребенок, наоборот, постоянно проявляет агрессию и выступает в роли обидчика, важно понять, почему запускается этот механизм. Первое – посмотреть, что это такое инструментальная агрессия, когда он добивается своей цели. Или враждебная – когда он получает удовольствие от того, что делает вред другим, причиняет вред другим. Как правило, такие дети не чувствуют свою значимость, пытаются перетянуть внимание на себя – это раз. Второе – они могут быть чувствительными и заранее проявлять агрессию, дабы не испытать боль, какое-то унижение, например. То есть нападают, чтобы не быть побитым. Если же акт агрессии произошел, родителю важно не брать всю ответственность на себя в попытке защитить своего ребенка, а сесть и поговорить, разобраться в причинах, побыть рядом. Большинство бед с детьми происходит из-за недостатка общения с самыми важными для них людьми – мамой и папой. Подробнее о теме детской агрессии мы расскажем в программе «Медицина закрытого города». Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Шесть проектов «Саровчан» вышли в финал школы «Росатома», который пройдет 22 марта в Железногорске. Всего финалистами стали 147 участников из 20 городов в присутствии госкорпорации «Росатом». Другая важная информация в подборке коротких новостей. Метеорологическая весна пока не спешит в Нижегородскую область. Зимняя погода характерна для первых недель марта, сообщает начальник отдела метеопрогнозов Верхневолжского УГМС Ольга Макеева. В этом году март начался с довольно низких температур. За прошедшую зиму было много оттепелей, из-за чего плотность снега сейчас высокая. Он гораздо дольше будет таять, потребуется много солнечного тепла и тепла воздушных масс. Поэтому рассчитывать, что в марте будет супервесенняя погода, не приходится. Пока есть снег, это еще не весна, отметили синоптики. Бесследно пропавших в Крыму мать и сына ищут в Дивееве. Региональный ГОМВД просит помощи в их поисках. Мама ребенка 1988 года рождения Ирина Булатова. Ребенок 2017 года рождения. Информацию об их местонахождении нужно сообщить по телефону 102 или плюс 7 831 34 453 00. Четыре киоска передаст Сарову Москва. Имущество перейдет в городскую собственность на безвозмездной основе, то есть бесплатно. По задумке в киосках будут продавать печатную и канцелярскую продукцию. Вопрос обсудили депутаты на очередном заседании Думского комитета. Среди его заражений был аргумент. Тенденция последнего времени освобождать улицы городов от подобных нестанционарных торговых объектов. Тем не менее, передачу киосков народные избранники приняли. Вопрос вынесли на Думу. Также перед депутатами выступил Анатолий Малашенко, аудитор контрольно-счетной палаты. Он рассказал о результатах проверки действий по приватизации муниципального имущества в 2020-2022 годах. Всего было приватизировано 9 нежилых объектов и 263 жилых помещения. В городскую казну в результате поступило порядка 65 миллионов рублей. Выставка «Невесомость» заслуженного художника России Евгения Ключрева открылась в городском музее. Идея названия экспозиции олицетворяет освобождение от земного и материального притяжения. К жанру непримитивизма автор обратился в начале 80-х годов. Художнику оказались близки традиционная лубочная живопись и незамысловатые, часто ироничные сюжеты из поседневной жизни. Подробности далее. Евгений Николаевич Ключрев – известный московский художник-монументалист, член Творческого союза художников России, Московского союза художников. Выставлял свои работы на многих экспозициях, в том числе международных, во Франции, Германии, США, Бельгии, Голландии и Венгрии. С 1975 года мастер начал работать в технике византийской мозаики, участвовать в возрождении и развитии церковного искусства. По проектам и приличном участии Евгения Ключрева изготавливали монументальные мозаичные иконы для православных храмов и монастырей во многих городах России и за рубежом. Оформил он самые выдающие святыни нашей России. Это и Троица Сергия и Лавра, украшенный храмом его мозаикой, и Валаам, и Оптино-пустынь, и Саво-Строжевский монастырь и другие. Также многие храмы Москвы могут теперь показать его мозаику. Это и Казанский собор на Красной площади, и собор Сергия Радонежского в Рогожской свободе. Невесомость – так называется вторая выставка художника в городском музее. В первый раз Саров познакомился с творчеством Евгения Ключрева через его экспозицию «Радость жизни». На невесомости художник открывается с новой стороны. По словам самого автора, идея названия выставки олицетворяет освобождение от земного и материального притяжения, когда состояние души и мыслей устремляется ввысь. Картина художника выполнена в жанре неопримитивизма. Это неожиданно, поскольку художник-то известен, и масштабы-то его во всем мире известны как мозаика. А здесь он вот, когда его спросили когда-то, в тот еще раз, почему такое-то направление неожиданное, а он сказал, что ну, это такая-то уже неодушенная. То есть он приходит и дома творит, ну, скажем, для себя вот такие, какое-то новое направление. То есть есть главное направление в жизни и есть такое увлечение. Помимо художественных полотен, на выставке представлены декоративные тарелки из серии «Мир кошек» в технике смальтовой пластике. Герои работ Евгения Ключерева – забавные, смешные, выполненные с тонкой иронией. На многих картинах можно найти отсылки к известным художникам или мировым сюжетам литературы и искусства. Выставка «Невесомость» получилась яркой, жизнеутверждающей и по-настоящему весенней. За положительными эмоциями в городской музей можно прийти до конца мая. Справки по телефону 769-65 для детей старше 6 лет. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров-24. История саровской семьи заняла первое место на зональном этапе областного конкурса в Арзамасе. Воспитанница ДДТ Дарья Чумакова провела исследование и собрала информацию о своем родственнике Александре Ефимовиче Осипове, защищавшем родину в годы Великой Отечественной войны. Подробности далее. Запросы в архивы Министерства обороны и военкоматов, опросы близких, родственников и знакомых. Информацию о своем предке Александре Ефимовиче Осипове, защищавшем родину в годы Великой Отечественной войны, Дарья Чумакова собирала буквально покрупиться. Труды не были напрасными. Работа юной саровчанки увековечила подвиг Александра Ефимовича. Он ушел на фронт, попал в плен и с войны не вернулся, поэтому очень мало родственников, которые могли нам об этом рассказать. Единственным родственником, которая вообще что-то смогла рассказать о нем, была его племянница, моя двоюродная прабабушка Бондарева Антонина Ивановна. И вот мы как раз от нее узнали о том, что у нас есть такой родственник и решили сохранить его боевой путь. Дарья занимается подобными исследованиями в объединении истоки Дворца детского творчества. История семьи Чумаковок заняла первое место на зональном этапе областного конкурса «Моя семья в истории страны». Организаторы провели защиту работ в формате конференции, собрав представителей Ордатова, Первомайска, Девиева, Арзамаса и Сарова. Волнения перед выступлением не было, признается девушка. На подобных конкурсах она выступает уже много лет и за все время успела вывести слагаемые успешной презентации своих трудов. Нужно ярко, эмоционально рассказать, передать какое-то личное отношение к работе, чтобы поняли, почему ты начал заниматься этим. Также не нужно дублировать текст работы, нужно рассказать, как ты вел исследование. Скорее всего, нужно рассказывать, а не читать с листа. Теперь Дарье предстоит рассказать историю своего родственника уже на областном этапе исторического исследовательского конкурса. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. На протяжении 10 лет канал 16 помогает горожанам в неравном противостоянии с глухими к их проблемам, управляющими компаниями и органами власти. За эти годы наши корреспонденты осветили множество городских проблем. Наша рубрика – это возможность привлечь к своим вопросам внимание общественности. На здании улицы Московской варки между двумя подъездами неправильно установлен слив. Талая вода стекает под фундамент дома, либо превращается в плотную ледяную корку на дороге. Зимой местным жителям приходится часто смотреть наверх, поскольку сосульки падают с крыши регулярно. Устав от отписок местных органов власти, Саровченко обратилась в нашу рубрику «Городской дозор». Сливы нету, вода идет, летняя грязь вся на наши головы льется. Зимой оттуда глыбы на головы тоже летят. Я бы не обратилась никогда к ним, если бы в прошлую зиму такая глыба вместе с трубами полетела перед носом прямо. Героями нашей рубрики стали и жители дома на Некрасово-3. Больше двух недель они жаловались на невыносимую вонь в подъезде. В подвале прорвало канализацию, но коммунальщики не спешили исправлять ситуацию. Почему люди равнодушны к этому относятся, так я не знаю. Может быть я такой товарищ, что мне больше всех, конечно, надо, но хочется все-таки жить в доме, где чистота и более-менее порядок по нынешним временам, насколько это возможно. И хотелось бы, чтобы, когда мы обращаемся в эти службы, которые нас обслуживают, чтобы вовремя приходили и все исправляли, потому что в квитанциях у нас стоит большая сумма за содержание жилья. И если горожане зачастую остаются неуслышанными, редакции канала 16 удается достучаться до сотрудников управляющих компаний, чиновников и других служб. Наша рубрика – это возможность привлечь к своей проблеме внимание общественности. Вдвойне приятно, когда герои репортажей вновь приходят к нам, но уже с благодарностью. Хочу поблагодарить команду городского дозора за помощь в решении проблемы полупротечки балкона у моей мамы. Эта проблема решена, и я желаю всем горожанам обращаться в городской дозор, если у них будут какие-то проблемы. Протекшая крыша, холодные батареи, отсутствие горячей воды, затопленные подвалы, разрушенные балконы и мусор во дворах – все эти проблемы до боли знакомы многим горожанам. Если вам надоели постоянные отговорки, звоните в городской дозор. Вместе мы сможем решить любые вопросы. Телефон нашей рубрики прежний – 37200. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.